Продолжение следует... В первую очередь хотелось бы поговорить о недооценке уровня ПСА. С одной стороны, у нас мало времени, с другой стороны, мы попробуем все-таки в каком-то интерактивном режиме провести вот это сообщение. И вот этот клинический пример, который сейчас будет, он отражает, безусловно, недооценку уровня маркера. Сергей Владимирович нам прекрасно рассказал о дискриминационных уровнях ПСА. Хотелось бы еще раз продемонстрировать слайд, который отражает, что в разных возрастных группах уровень маркера будет совершенно отличаться. И, в общем-то, мы должны обращать внимание на то, что у более молодых пациентов, грубо говоря, для себя, я не знаю, как бы выбрал, что дискриминационный уровень ПСА до 50 лет – это единица, один инограмм на миллилитр. И, в общем-то, это в большей степени позволяет не пропустить клинически значимых рамок, раков у пациентов молодого возраста. И вот обратите внимание, буквально не так давно, в 2021 году, пациент с 47 лет обратился по месту жительства ПСА 3,4. Я вот не знаю, Евгений Валерьевич, Вы какой дискримин, как Вы считаете, в этом возрасте какой уровень ПСА для Вас, скажем так, критичен? 2,5. Но, да, безусловно, по исследованию так оно и есть, но в октябре 2021 года этому пациенту никакой диагностики выполнено не было, поскольку в тех бланках, которые есть по всей стране, в общем-то, уровень ПСА 4 инограмм на миллилитр, Вы это все прекрасно знаете. И уже в январе 2022 года у него уже ПСА 6,8. Вот, ну тогда уже было выполнено МРТ, и, в общем-то, вот эти изменения в периферической зоне отмечены по шкале ПСА 4. Выполнена биопсия предстоятельной железы на, в общем-то, 6 биоптатов, всего 6 биоптатов. Это вторая проблема, о которой мы тоже еще будем говорить, то, что неадекватное количество биоптатов взято у этого пациента. И выявлено, в общем-то, поражение 80-20% площади биоптатов. Формально диагноз рак предстоятельной железы Т2Б0М0, низкий риск. И, в общем-то, в данном случае этот пациент не требует, ну, какой объем оперативного вмешательства? Марат Фаязович, как, в каком объеме будет выполнено, как бы Вы выполнили простатоктомия? Нужно ли выполнять лимфоденоктомию? Ну, конкретизирую вопрос. Марат Фаязович, я, наверное, все-таки запирательная лимфоденоктомия. Процент поражения чего, простите? По номограмме? Ну, мы, я немножко чуть позже, в следующий кинологическом примере, к номограмме вернемся. Абсолютно право, номограммы важны, и их нужно использовать. Другой вопрос, что насколько будет актуальна номограмма, если биопсия выполнена не совсем, скажем так, адекватно. Поэтому, ну, мне кажется, здесь повторную биопсию, конечно, выполнять, как правило, не выполняется, но вот мы в таких случаях просто выполняем лимфоденоктомию. Объем лимфодисекции, как бы здесь Марат Фаязович хоть сказал, что запиратель лимфоденоктомии, но он все-таки должен быть либо расширенный, на мой взгляд, либо ее вообще не следует использовать. Вот, но мы делаем. Ну, вот в данном случае, грубо говоря, по пациенту повезло и в какой-то степени, в том плане, что несмотря на такие некоторые оклонения в диагностике, на мой взгляд, которая должна быть правильной диагностикой, у пациента пришла стадия ПТ2Н0 и 30 лимфоузлов без признаков опухоли. И пациент, в общем-то, продолжает наблюдаться уже в течение двух лет без признаков биохимического рецидива, в общем-то, с хорошим функциональным показателем. Неадекватное количество биоптатов. Пациент 49 лет, тоже до 50, ПСА 6 нгм, как положено, сделанное МРТ, выполнено до биопсии предстательной железы, то, о чем мы сегодня говорили, что, согласно рекомендациям, на сегодняшний день обязательно мультипараметрическое МРТ до выполнения биопсии предстательной железы, но биопсия выполнена только одной доли. Выполнена правая доля, пробиопсирована во всей правой доле, во всех биоптатах рак предстательной железы, с наибольшей градацией 7, 3, плюс 4. Пациент 49 лет настаивает на нервосбережении. Евгений Владимирович, будете выполнять нервосбережение этого пациента? У нас есть данные о том, что в правой доле как раз ПАРАС-4 по данным МРТ. У нас есть данные, что из этой доли 6 биоптатов поражено. Что касается левой доли, у нас нет информации, биопсия не выполнялась. Как в этом случае поступить? Согласен с вами, что оптимально, конечно, пробиопсировать вторую долю предстательной железы и потом принимать решение уже о нервосбережении. Но, собственно говоря, я не буду на этом останавливаться. Эти слайды сегодня уже были. О том, при какой шкале ПАРАС выявляется клинически значимый рак предстательной железы. Вот как раз номограмма, которая показывает, есть ли стадировать этого пациента Т2Б. То, о чем спрашивала Мария Владимировна. Мы видим, что даже при Т2Б вероятность поражения капсулы 54%, вероятность поражения семенных пузырьков 15% и 9% вероятность поражения лимфо-лимфоузлов. Но, повторяю, мы не знаем долю предстательных изменений предстательной железы. Да, есть возможность при любом методе хирургии, конечно, при роботической, и чуть меньше, может быть, при лапароскопической, более, скажем так, четкая визуализация, и можно пройти по разным пространствам, интерфасциально, интерфасциально. Но в данном случае мы понимаем, что интра-интерфасциальная диссекция предстательной железы приводит к увеличению частоты положительного хирургического края. И, ну, как правило, в большинстве случаев все-таки мы идем экстрафасциально при выполнении операции. Ну и, впрочем-то, выполнили экстрафасциальную простатокотомию с лимфоденоктомией, также 30 лимфоузлов, они чистые, и в обеих долях выявили рак предстательной железы, глисон-7. Также пациент наблюдается частичность сохранения сосудистонервных пучков. Мы не выполняли биопсию, ну, поскольку пациент настаивал на достаточно скором лечении, волновался, и, в общем-то, выполняли в таком объеме. И, в общем-то, да, у него при том, что год он наблюдается, на данный момент без признаков биохимического рецидива. Выполнение МРТ после биопсии, то, о чем мы уже, опять же, неоднократно говорили, тоже не буду останавливаться на рекомендациях. Скажу лишь, что МРТ на сегодняшний день, конечно, оптимальный вариант для оценки первичной распространенности опухоли. И скажу, что ПЭТ, который сегодня становится ПЭТ-КТ, ПЭТ-ПСМА, который сегодня все больше входит в моду, не является на сегодняшний день стандартом и не должно использоваться в рутинной практике для оценки первичного процесса. Компьютерная томография также не следует выполнять для стадирования процесса. Ну и вот пациент 63 года, ПСА 6,4, биопсия предстательной железы, также неадекватное количество столбиков, всего 6 столбиков из обеих долей. И, в общем-то, вы видите, только в двух выявлен ГЛИСС-6. По данным МРТ, который выполнен через месяц с небольшим после биопсии, никакой оценки по ПЭРОС нет, поскольку после биопсии достаточно проблематично сделать. И мы тоже не можем ориентироваться даже на этот фактор, как возможность обсуждать наличие клинически значимого рака. Мы вот как раз на одной из конференций с Владимиром Хахмедовичем обсуждали этот вопрос. Он задал вопрос, как же так вот мы его и выполняем, биопсию, с ГЛИСС-6, а по ПЭРОС-4,5. А потом получаем, собственно говоря, достаточно быстрое прогрессирование, рецидив болезни. И хотелось бы еще раз вернуться к тому, что шкала ПЭРОС позволяет, по крайней мере, нам заподозрить наличие клинически значимых раков. Поэтому это тоже, конечно, это не стопроцентная гарантия, что там будет высокая сумма ГЛИСС-6, но мы должны обращать внимание на этот параметр для при планировании операции. И, собственно говоря, вот эти все данные, уровень ПСА, гистология, правильной выполненной биопсии, МРТ-добиопсии, они должны сочетаться и дополнять картину, а не противоречить друг другу. Тогда мы получим наиболее оптимальные результаты. Не буду останавливаться на критериях риска прогрессирования. Они всем вам хорошо известны. И при промежуточном высоком риске положено выполнять расширенную лимфоденоктомию. То, о чем мы говорили, все-таки оптимальным, либо она должна выполняться в расширенном режиме, либо не выполняться вообще. Не нужно делать только запирательную лимфоденоктомию. Это неправильно. Я не поставил сюда клинический пример. Буквально недавно из одной уважаемых клиник был пациент, которому выполнена лимфоденоктомия в рамках сторожевых лимфоузлов. Напомню, что это тоже не стандарт, далеко не стандарт для рака предстательной железы. Это может в каких-то экспериментальных работах выполняться в плане поиска сторожевых лимфоузлов, но это должно на сегодняшний день дополняться именно расширенной лимфоденоктомией. Как минимум до уровня мочеточников, но оптимально до бифуркации аорта. Хотя, конечно, вопрос границ лимфодесекции тоже в мире до конца не решен, но, повторяю, минимальная граница – это перекрест, соответственно, мочеточников с подвздошными сосудами. И пациенту, в общем-то, выполнена расширенная лимфоденоктомия, выполнена простатоктомия. Вы видите, что глисон из 3 плюс 3 после той биопсии, которая выполнена, превратился в 4 плюс 3 и стадия превратилась в ПТ-3БН0М0. С небольшим непротяжённым положительным краем, чуть более полутора миллиметров, это позволило оставить этого пациента, несмотря на то, что показания, в общем-то, можно обсуждать здесь одювантные методы лечения. Мы сегодня сейчас ещё поговорим об этом, но этот пациент остался под наблюдением. Через 9 месяцев биохимический рецидив проведена спасительная лучевая терапия. И, в общем, на сегодняшний день пациент без нулевой уровень маркёра продолжает, остаётся под наблюдением по месту жительства. Поэтому мне бы хотелось, чтобы ещё раз этими клиническими примерами обратить внимание, что именно правильная последовательная диагностика и принятие решения о лечении позволяют достичь наилучших результатов при лечении наших пациентов. Спасибо за внимание, коллеги. Александр Михайлович, вернёмся ко второму пациенту. Всё-таки биопсию нужно делать повторно когда? Второй вопрос. Нужно ли делать в обеих долях или нужно делать только в левой доле, где биопсии не было? Ну, вопрос о повторной биопсии. Мы сегодня уже говорили, что наше мнение, если правильно выполнена биопсия, то не ранее, чем через 6 месяцев, если мы не выявили рак предстательной железы, а у нас сохраняются чёткие основания для того, чтобы её повторить. Там какой-то стабильно высокий рост маркёра, либо рост этого маркёра, либо какие-то изменения по данным МРТ, по лицевому исследованию, ну, либо какой-то другой фактор, который указывает на то, что рак предстательной железы, вероятно, всё есть, но он был пропущен на первой биопсии. Если касаться повторной биопсии в целом. Если касаться конкретного клинического случая, то, безусловно, если пациент настаивает на неразбережении и согласен на задержку, скажем так, в лечении, то, конечно, нужно биопсировать только одну долю, потому что состояние одной доли нам доподлинно известно. Там забрано 6 столбиков, как и положено. И на сегодня, повторюсь, 12, максимум 14 столбиков необходимо. Этого достаточно для того, чтобы оценить состояние предстательной железы. И, в общем-то, если, ещё раз говорю, по результатам обсуждения с пациентом при планировании лечения, да, возможно выполнение биопсии второй доли, о чём сказал Евгений Валерьевич, я с ним согласен, что да, можно было бы выполнить биопсию второй доли, также 6 столбиков, и уже так вот затем, там, через месяц-полтора планировать лечение. Спасибо большое. И по третьему пациенту срок, когда нужно выполнять МРД после биопсии, если оно ранее выполнено, не было, сразу после биопсии или через некоторое время? Хороший вопрос, Мария Владимировна. Мне он тоже очень нравится, потому что мы знаем, что после биопсии зачастую изменения постбиопсийные сохраняются до полугода. То есть рассасывание вот этих геморрагических компонентов предстательной железе, которые задрудняют, скажем так, чёткую визуализацию в плане характеристик по PIROS, это возможно через 6 месяцев. Мы в основном делаем это только тем пациентам, которых по данным биопсии, собственно говоря, там есть минимальный объём поражения, там в одном столбике микроочаг. Тогда мы можем, собственно, и мы планируем активное наблюдение, тогда мы знаем, что раньше, чем через полгода, смысла там повторять МРД нет. А так, в целом, да, для оценки экстракапсулярного распространения, в принципе, достаточно месяца после биопсии для того, чтобы диагносты нам сказали, есть ли распространение за пределы предстательной железы и есть ли поражение таза в лимфоглобе, биопсия на это никак не влияет, безусловно. Поэтому после биопсии не ранее, чем через месяц, но, повторюсь, эта часть информации будет потеряна в том случае, если МРТ сделать после. Спасибо большое. Сергей Владимирович. Александр Михайлович, можно ещё один вопрос более подробно. Можете описать, каково Ваше отношение к нервосбережению и расширенной лимфодисекции? Ну, буквально месяц назад мы обсуждали это с Валерием Ивановичем Широкорадом, который всем хорошо известен, что он говорит о том, что если выполнять расширенную лимфодисекцию, то часть сосудистых нервных пучков теряется, и, собственно говоря, ну, скажем так, это некоторое противоречие есть в смысле нервосбережения и выполнения расширенной лимфодиноктомии. Но в своей практике мы видим, что даже если выполнить расширенную лимфодиноктомию и сохранить, ну, бывают случаи, когда, допустим, поражение одной доли, сохранить на противоположной стороне пучок сосудистой нервной, то пациент вполне, ну, вероятность, там, процентов 50, что он может восстановить свою эрактильную функцию. Может быть, у кого-то еще есть комментарии по этому вопросу? На мой взгляд, очень любопытная тема нервосбережения и расширенной лимфодисекции в том плане возможности сохранения эрактильной функции у этих больных. Александр Михайлович, огромное спасибо за столь яркие клинические примеры. Они действительно как огонь и лед, да, тут смотришь с одной стороны за душу, хватает тебя, то, что к тебе пациент приходит, с которым ты должен работать, у которого толком не верифицированный рак морфологический, да, тут 6 биоптатов, но действительно руки иногда опускаются, их голова кипит, что же с ним делать? И с другой стороны, вы показываете прекрасную хирургическую тактику, когда мы можем думать о нервосбережении, мы можем дискутировать о лимфоденектомии. Но вот по второму примеру, я бы все-таки, конечно, если бы ко мне пришел пациент с одной верифицированной долей, что касается моего мнения, я бы все-таки сделал биопсию уже с обеих сторон, потому что если мы будем думать впоследствии о нервосбережении, мы все-таки берем на себя ответственность на хирурга, и как была выполнена биопсия, при том, что она была выполнена всего с одной стороны, ну, тут уже какие-то тоже сомнения начинают скрадываться. Вот, поэтому все-таки лично я бы принял решение о биопсии с обеих сторон. Знаете, вот хотелось бы получить комментарий какой-то по поводу изучения лимфоатических узлов. Вы показываете 30 лимфоузлов, 32 лимфоузла удаленные. Как вы построили работу с морфологами, что они действительно изучают весь материал, потому что, когда мы смотрим видео, ну, сейчас это не какой-то закрытый плод, да, когда там позади луная простатэктомия, там кто сколько лимфоузлов узнал, за головой там не увидишь. Сейчас все открыто, пожалуйста, мы можем смотреть, видеть, кто сколько лимфоузлов убирает, какие зоны лимфоденэктомии. Вот, но я скажу честно, то есть у нас нет 30 лимфоузлов, то есть таких цифр. Вот, как вам удалось, но при этом я понимаю, что объем лимфодисекции, который мы выполняем, он достаточно широкий, он большой. Вот, как построить правильную работу с морфологом, чтобы они все лимфатические узлы смотрели? Ну, на первый вопрос я вам отвечу, что, в общем-то, оба вопроса я бы адресовал Нине Андреевне, которая здесь присутствует, и вы можете ей задать вопрос, как мы построили с ней работу, что морфологическая служба наша это делает. Что касается, если у нас есть поражение, вернее, возвращаясь к клиническому примеру, на первый вопрос, если Нина Андреевна нам говорит о том, что эти 6 биоптатов выполнены адекватно, и, как бы, они, в общем-то, хорошие столбики, и можно оценить, собственно говоря, наличие онкологического процесса, то необходимости повторять биопсию я не вижу, потому что, ну, все-таки 6 столбиков – это достаточное количество для оценки состояния. С другой стороны, если, конечно, там было бы, грубо говоря, обрывки тканей, конечно, наверное, которые не по 2-3 мм, которые лишь говорили, что там есть рак или нет, тогда повторная биопсия с обеих сторон. В данном случае, возможно, на мой взгляд, все-таки выполнение одной доли. А что касается работы морфологов, ну, мы в течение длительного времени обсуждали с Ниной Андреевной, с ее коллегами, потому что разные, мы тоже заметили, что у нас есть разные врачи, патоморфологи даже в этой службе, которые дают разное количество лимфоузлов. У кого-то не выходит до границ с 15 и 17, а у кого-то дают до 60. По-другому, я бы, честно говоря, мне даже 30 бывает иногда мало, мне хочется, чтобы их было больше, и я бы четко понимал дальнейшую тактику, потому что, с одной стороны, это абсолютно стадирующая процедура, мы это точно знаем, но и вопросы лечебного воздействия с помощью выполнения лимфоденоктомии, они, конечно, дебатируются, и никто никогда не докажет, что, я думаю, что лимфоденоктомия влияет на отдаленные результаты лечения, но, тем не менее, убежден, что ее нужно выполнять, потому что это четкая стадирующая процедура, которая позволяет в дальнейшем при развитии биохимического рецидива планировать, ну, по крайней мере, разработать правильную тактику лечения, наблюдения, там, варианта лечения для этого пациента. Вот, поэтому, если Нина Андреевна нам еще ответит, как она добилась того, что сотрудник теперь дают. Нина Андреевна. Личный контроль. Только личный контроль кого? На первом этапе личный контроль, потому что всегда есть желание немножечко облегчить тебе жизнь у врачей, ну, это человеческий такой вот характер, поэтому личный контроль, ну, и в итоге через пять лет мы добиваемся того, что практически по всем локализациям, будь то кишка, будь то молочная железа, будь то простата, у нас полноценная оценка всех удаленных лимфатических узлов. То есть это вообще наша практика в центральной клинической больнице. Мы ни одного лимфатического узла удаленного не выбрасываем, все идет в оценку, в работу. А сколько по времени занимает вот работа после расширенного изучения именно лимфоузлов? Это же достаточно, ну, скажем так, непростая работа, и не 15 минут уходит на препарат. Сколько по времени уходит, чтобы посмотреть адекватно лимфоузлы? Много времени уходит на поиск этих лимфатических узлов, и фактически мы пришли к тому, что чуть ли не тотально забираем клетчатку, поэтому даже маленькие лимфатические узлы вот часто задают вопрос. Лимфатический узел 2 мм, считать его лимфатическим узлом или нет? А я отвечаю, а если там метастаз, вы считаете его лимфатическим узлом? Почему, если там есть метастаз, мы считаем, а если нет метастаза, мы его не считаем лимфатическим узлом. Поэтому мы забираем все, независимо от размера, и много времени уходит на вырезку этого материала. И оценка лимфатических узлов, конечно, тоже занимает больше времени, чем оценка самой простаты. Здесь по времени у каждого морфолога по-своему, потому что зависит от опыта, от внимательности, от характера человека. Кто-то усидчивый, смотрит тщательно, кто-то быстро все делает. Иногда приходится, если какое-то подозрение, мы делаем дополнительные серийные срезы, чтобы удостовериться, что это метастаз действительно, или это только нам показалось. Тоже, может, это целый день плюс. Пока лаборанты еще порежут. Ну, в общем-то, это, я думаю, стоит того. Вы же, когда делаете лимфоденоктомию, вы же тоже тратите время для того, чтобы выполнить эту операцию? Нет, я хочу понять. Мы, видите, мы можем работать на двух, на трех столах. А морфолог, допустим, один в клинике, да? Сможет ли он в течение дня один морфолог после трех расширенных лимфоденоктомий сделать вот весь объем работы, который необходим, чтобы посмотреть все удаленные лимфоузлы? Смотрите, если морфолог имеет определенный опыт, не начинающий, он это может. Но на простату вместе с описанием уходит минут сорок. Может, чуть больше, чуть меньше. Это вместе с вырезкой совсем? Нет, 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 это только микро. Только микро. И плюс вырезка по времени еще? Да, и плюс вырезка. Вырезка тоже мы упростили, просто забираем все очаги уплотнения. Мы даже не считаем их макроскопически, мы только, ну, как бы очаг уплотнения, все. Мы не знаем, это лимфатический узел будет или это что-то другое окажется. Просто забираем все, особо не додумываясь. Отмезли очаг уплотнения и все. А дальше уже при микроскопии идет четкий, точный подсчет количества лимфатических узлов. Если мы видим, что это большой лимфатический узел, он у нас не помещается в кассету, мы его делим и маркируем, что это один лимфатический узел, чтобы не посчитать дважды. И методика, собственно говоря, здесь очень важно отработать методику вырезки и взятия материала. Когда изо дня в день делаешь одно и то же и четко, это все становится быстро. То есть я требую, чтобы вот лимфатический узел большой разрезали, сразу половинку отложили в архив в сторону, чтобы не перепутать. Разрезали, сразу по кассетам все разложили, кассеты уже подписаны. Знаете, когда техника отработана и у нас все врачи делают по одной и той же методике, одна и та же схема описания, это делается быстро, гораздо быстрее. И если врач уходит в отпуск, на больничный, мало ли что еще случается, этот материал спокойно смотрит другой врач, как будто он сам это вырезал. Причем простата забирается у нас тотально, по определенной схеме, то есть ничего упущено быть не может в микроскопическом исследовании, потому что макрозабор материала был выполнен тотально и по схеме определенной. Спасибо большое за интересный наплата, Александр Михайлович.